Здравствуйте, дорогие друзья! Друзья, меня зовут Матвей Гонопольский, начинается моя программа, пока ежедневная, да еще и сюрприз. Это вторая чашка. Это вторая чашка. Я купил две в ЛС Вайкики, цветные красивые чашки. Начинается программа. Я сказал про сюрпризы, вот вам сюрприз. Ну что это такое? Красивые чашки. Ну нет, на счастье. Я тогда буду вот в этот стаканчик. Я надеюсь, он не лопнет. Господи. Значит, действительно. Значит, смотрите, про мою программу вы знаете. Я сразу хочу сказать, Алена Апштейн. Кстати, Алена Апштейн, это вас касается, то, что я сейчас скажу. Значит, смотрите. Я несколько раз это повторю. Завтра в 16 часов по киевскому времени, в 17 часов по московскому будет специальный эфир. И очень интересным образом он будет сделан. Это будет один эфир. Значит, там будут патреонщики. Все, кто даже на маленькую сумму подписался. Патреон, это для меня очень важно. И там будут лучшие из кофе. Ну вот Алена Апштейн и Мергер Ильишвили. Я никак не могу выговорить эту фамилию. В общем, короче говоря, завтра в 4 часа. Что важно, это будет такое наше внутреннее заседание, где я буду с вами беседовать. И мы поговорим о наших дальнейших планах. Мне будут нужны ваши советы. Потому что у меня надо двигаться дальше. И у меня есть несколько задумок по идеям. И, значит, для того, чтобы вас было больше, пожалуйста, не забудьте поставить лайки, подписаться и так далее. Но либо стать моим патроном на любую сумму, либо, как я вам уже говорил, в чашке кофе тоже есть типа патронирования. То есть вы подписываетесь на небольшую или на большую сумму, хоть на миллион долларов. И это постоянно идет, и вам уже не надо кидать чашки так вот спорадически. Это первое. Значит, еще раз повторяю. Завтра, в субботу, в 16 часов по Киеву, в 17 по Москве. Теперь, почему я сделал так рано? А потому что, если я не ошибаюсь, Алена Апштейн или кто-то, я не помню, написали мне, что это же надо в прямом эфире, понимаете? Видите, они в Америке, и у них получается минус 7 часов. Минус 7 часов, минус 6 часов. У вас новый участник. Знакомьтесь. И дальше на иврите. Да, блин, ну давайте. Я же не умею читать на иврите. Ну, напишите по-русски, как вас зовут. Значит, поэтому я сделал так рано, чтобы и для них было удобное время. Завтра суббота, выходной день. Теперь смотрите, как вы узнаете и как вы войдете в этот стрим. Те, кто мои патроны, вам придет ссылка в Патреон. И, кроме этого, насколько я понимаю, придет ссылка, она придет завтра утром в электронную почту. Значит, в Патреон зайдите, и вы увидите ссылку. Не волнуйтесь, ссылка придет всем. Может быть, Роберт ее отправит там не в 9 утра, понимаете, а в 12 или в час по киевскому времени. Но ссылка придет к вам обязательно. Тем же, кто кидался в меня кофе, и там, по-моему, Роберт, это на его усмотрение, он взял самых активных, вам придет имейл со ссылкой, и вы сможете на него нажать и оказаться в этом стриме. Вот такая история. Я вам все это дело рассказал. Не, ну лучше бы на мейл. Насколько я понимаю, поскольку там вписан ваш мейл в Патреоне, то вам приходит и в Патреон, и вам приходит и на мейл. Но еще раз, проверьте. Это экспериментально. Ну, проверьте. И Роберт просил вас, чтобы вы помнили, что с незнакомых адресов может попасть в спам, чтобы вы посмотрели. И да, вот Валя Ка, Патреон рассылает на мейл. Ну и отлично. Вот, значит, отправить личное сообщение. Важно. Нет, он личное сообщение не направил, но, в общем, какой-то, в общем, на иврите. Ну, видите, я не могу вам даже сказать спасибо, потому что... Ну, спасибо вам, но как бы... Вот, смотрите. Админ онлайн. Отправим на мейл. Это Роберт. В 9 утра проверить и спам. В общем, короче говоря, занимайтесь этим. Это ваша история, потому что мы с вами проведем где-то час-полтора и изучим все вопросы. Там будут мои предложения и так далее. Еще раз напоминаю. Если вы хотите принимать в этом участие и быть в этом клубе, то вы понимаете, вы должны в этом участвовать. Для этого либо патрон, либо патреон, либо вы подписываетесь в чашке кофе. Там есть вот такое, как в патреоне можно сделать постоянные какие-то донаты. Вот это я вам рассказал. Теперь начнем. Ой, я вам хочу сказать, что сегодня... ...много таких не самых лучших новостей. Но вот с чего я хотел начать. Я хотел начать с Навального. Не будем забывать, что над человеком издеваются, делают, что хотят, не дают вылечить зубы и так далее. А, я забыл. Значит, какой сегодня у меня чай? Вот этот чай. Вот, он с таким ароматом. Это мне кто-то подарил на день рождения. Он с таким специфическим ароматом, очень приятным. Вот я его заварил. Видите? Я не знаю, сейчас что-то опять разобьется. Какая чашка была? Нет, вот не разбилась. Видите? Будете думать, что это коньяк. Над Навальным издеваются, и это совершенно ужасно, и это неприемлемо, но... И я боюсь, что это скоро не кончится. Вот что пишет Навальный. Как всегда с юмором. Уж не знаю даже, каким словом назвать мои очередные новости. Грустные, смешные или абсурдные. Приносят письма. От жены есть? Изъято цензурой. От адвоката документы есть? Изъято цензурой. А что есть? От следователя есть. Разворачиваю письмо. Сообщаю, что в отношении вас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное второй статьей 214, два эпизода. Ну, то есть, они реально раз в три месяца возбуждают против меня новое уголовное дело. Никогда еще осужденный, сидящий больше года в одиночной камере, не жил такой насыщенной общественно-политической жизни. Что такое статья 214? Понятия не имею, а посмотреть негде. Вы об этом узнаете раньше меня. Но в любом случае, будем считать это, как говорят ученые, положительной обратной связью. Раз этой кремлевской банде коррупционеров, предателей, оккупантов не нравится что-то из того, что я или мы делаю, значит, делаем правильно. Вот такую вот историю написал Алексей Навальный. И, честно говоря, я даже не понимаю, знаете, скажу так, как он все это выдерживает, мне это совершенно непонятно. Просто издевательство и все. Значит, Матвеевич, спасибо за пиджак, пишет Михаил Андреевич Суслов. На секундочку. Очень красивый цвет. Спасибо. Теперь давайте немножко поговорим о том, что стали чувствовать все, а Запад почувствовал даже раньше. Во всяком случае, во всяком случае, об этом сейчас идут разговоры. Значит, смотрите. Вот если говорить просто, я немножко резко скажу, немножко резко. Короче говоря, Запад сливает Украину. Теперь я объясню вам, как это происходит. Естественно, я в конце скажу, а до этого я вам буду говорить то, что написано. Пишет ЛГБТТАЧ. У Путина впервые с начала войны появились реальные шансы на победу, пишет британское издание Комнист. И все из-за нерешительности Запада. Как сообщает издание, союзники Украины могли бы гораздо эффективнее срывать планы Путина, используя свои превосходящие ресурсы. Однако фатализм, самоуспокоенность и шокирующее отсутствие стратегического видения мешают, особенно в Европе. Западу необходимо срочно избавиться от литургии ради себя и ради Украины, говорится в статье. Дело в том, что сейчас ни одна из армий не может вытеснить другую из тех территорий, которые они контролируют. Такая позиционная война может длиться много лет, при этом в 2024 году Россия окажется в более выгодной позиции. У нее будет больше дронов и артиллерийских снарядов, ее армия разработала успешную тактику радиоэлектронной борьбы, а Путин спокойно относится к ужасающим потерям. Теперь по поводу потери. Вот вы понимаете, да, война могла бы закончиться завтра. Вот, например, за сегодня я позвонил, и мне сказали, более 900 россиян сегодня были убиты. И каждый день около тысячи. Но Авдеевка продолжается. Я вот не понимаю, представляете, ну, фронт длинный, это понятно, это не в одной Авдеевке, но вы меня простите, вот под тысячу человек каждый день. Ну, это как? Никак. Так же Путину удалось заручиться поддержкой стран глобального юга, перевести Россию на военные рельсы, укрепить свою власть внутри страны, сохранить нефтяные доходы, избежать раскола элит. При этом простые россияне, даже те, кому война не нравится, уже привыкли к происходящему. В то же время в Киеве все гораздо хуже. Это правда. Зеленский поссорился с залужным, а его репутация среди избирателей пострадала из-за периодически вспыхивающих в стране коррупционных скандалов. Еще один важный фактор – возможное прекращение поддержки Украины в случае прихода к власти Дональда Трампа. Дальше экономист пишет, Европе следует готовиться к этой ужасной возможности и к тому, что американская помощь замедлится, кто бы ни находился в Белом доме. Вместо этого европейские лидеры ведут себя так, будто щедрый Джо Байден всегда будет у руля. Выход из ситуации авторы статьи видят в более решительной поддержке Украины увеличение потенциала западных производителей оружия и переформатирование санкций на отделение Путина от элиты. И вот так вот они сделали такую обложку. Вот такая вот история. К сожалению, каждое слово здесь абсолютная правда. К сожалению. Теперь смотрите, я вам хочу показать карту. Это карта России. Посмотрите, пожалуйста, на нее. Вот вы видите, есть часть белая и часть зеленая. Зеленые такие фрагменты. Так? Катя мне что-то присылает все время. Сейчас я посмотрю. Итак, читаем. Чем занимается Россия? Почти половина региона в России запустили сборку боевых дронов. Там планируют выпускать до 25 тысяч аппаратов в месяц. Хочу вам сказать, что это небольшое количество дронов. Это расходный материал, поэтому полетело 200, вернулся один или вообще не вернулся. Проанализировано сообщение СМИ о запуске новых производств дронов для российских военных с 24 февраля 2022 года по 24 ноября 2023 года. И обнаружено 44 новых производств в 34 регионах в России и в трех аннексированных регионах Украины. Согласно данным властей, производителей они уже выпускают не менее двух с половиной тысяч дронов в месяц. Реальные цифры могут быть в разы выше, так как лишь треть производителей раскрыли информацию об объемах производства. Согласно анализу, почти 90% из этих производств 39 собирают недорогие FPV-дроны. Это очень страшное оружие. Я напоминаю вам, что это оператор надевает очки дополненной реальности, и он как будто находится в этом дроне, и от него убежать очень сложно. И сегодня военный эксперт, который у меня был, он по дронам, он сказал, он сказал, что у них такое количество дронов, что они могут использовать дрон для уничтожения каждого конкретного солдата. А украинцам приходится работать по группам. То есть вот они видят солдата украинского, и за ним дрон летит. И если его не перехватили, то дрон нагоняет солдата и сбрасывает гранату или там что-то он сбрасывает. Один работник может собрать от 5 до 10 таких аппаратов в день, а для ежемесячного производства мощностью тысячу дронов достаточно от 5 до 10 человек. Кроме того, в России было создано еще 4 сборки более сложных и дорогих беспилотников, однако два из них также связаны с импортом иностранных технологий. весело, весело, правда? Значит, что мы можем констатировать с вами? Мы еще об этом поговорим, но что есть, то есть. Россия оправилась, диктаторский режим работает, люди обустроились, те, кто не гибнут каждый день до тысячи человек, а те, кто гибнут, они гибнут. Понимаете, и он все выигрывает и будет выигрывать благодаря диктатуре и благодаря покорности людей. Про Арестовича позднее. Конечно, очень много, очень много разговоров о вчерашнем ЛГБТ, но мы этого касаться не будем. А я вам сейчас вот что покажу. Значит, такое количество материала. Все, переходим к новостям, потому что там очень много всего. Атео Брейкинг пишет еще раз за что купил, за то продал. Россия и Украина ведут тайные мирные переговоры по линии Герасимов-Залужной, несмотря на возражения Зеленского и Белого дома, утверждает американский журналист Сеймур Херш. Сеймур Херш это такой сливной бачок со ссылкой на чиновников США. Вот сегодня подтвердилось и Олег Сакян, который там беседовал с разными людьми и военный эксперт подтвердил мне очень хороший. Разведка НАТО. Путин может начать новое наступление в Украине после выборов 2024 года. Я вам достаточное количество материала еще по этому поводу прочитаю, но в общем 2024 год будет очень тяжелым, потому что вы сейчас узнаете почему. Путин мы знаете как слона едят по кусочкам вот мы по кусочкам будем восстанавливать почему дальше будет только хуже. Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России. По мнению экспертов в России может быть возобновлена мобилизация. В пятницу вечером Кремль опубликовал указ президента, которым штатная численность вооруженных сил Российской Федерации увеличивается до миллиона трехсот двадцати тысяч человек. Тут я вам хочу сказать, что всего на триста тысяч увеличивается, но как закон, понимаете, потому что по указу семнадцатого года штат должен был составлять миллион тринадцать тысяч шестьсот двадцать военных, а сейчас миллион триста двадцать тысяч. То есть Готовится Готовится Разные материалы В Чувашии учителей заставили составить списки нелояльных к Путину родителей учащихся для этого даже придумали отдельный текст. Сейчас прочитаю вам. Как вы поступите? Спрашивают. Проголосую за Владимира Путина. Первый вариант. Проголосую за любого кандидата, кроме Владимира Путина. Третий вариант. Все зависит от списка кандидатов. Возможно проголосую за Путина, возможно за другого кандидата. То есть представляете, что они делают? Учителей заставили составить списки нелояльных к Путину родителей учащихся. Вот вам сообщение от Дождя. Я не понимаю, как такое может быть. Дождь признан иноагентом. Да, второй раз. Люся пишет. Есть у нас местное телевидение. Часто идут сюжеты о том, что в школах детей заставляют изготавливать сухие супы, окопные свечи даже в детских садах. Волосы дыбны. Очень смешной текст написал Иван Давыдов. Как я провел лето сочинение. Вы сейчас поймете. Нормально. Ну, как бы, как я провел лето вот 23-го года. Утром мы с мамой пошли на море. Там я видел Медузу. Признана нежелательной организацией. Включена в реестр иноагентов. Потом пошел дождь. Признан нежелательной организацией. Включен в реестр иноагентов. После дождя была радуга. Она является элементом символики экстремистской организации. Еще мама отвела меня к мемориалу в центре города. Мемориал внесен в реестр иностранных агентов. Его деятельность на территории РФ прекращена по решению суда. Абсурд. Абсурд. Но он же правду пишет. Вот такая жизнь. Да, здесь меня поправляют. Путин потребовал отправить в армию еще 170 тысяч россиян. Теперь про Украину, про Зеленского. Понимаете, сегодня произошла одна неприятная ситуация. Сегодня не выпустили за границу Порошенко. Точтут, я вам объясню, чего произошло. И это очень-очень интересно. И вы поймете, так сказать, знаете, как говорят, кто яму копает, тот в нее попадает. Значит, по украинскому законодательству нынешнему все депутаты, которые хотят поехать за границу, должны от главы Верховной Рады, господина Стефанчука, следите за руками, получить подписанное заявление. Я еду туда-то, туда-то, сроки такие-то, такие-то. Это может быть немножко неконституционно, но это нормально, для того, чтобы понимать, когда человек вернется, потому что есть сессии Верховной Рады, ну и так далее. Короче говоря, Порошенко, когда он первый раз собирался ехать, а у него встречи, вы понимаете, да, с такими непростыми людьми, его не выпустили, поднялся скандал, и его стали выпускать. Но он там договаривается, привозит помощь и так далее, ну, в общем, короче говоря. И вот он пишет бумагу Стефанчуку, где объясняет, что он едет в Польшу для встречи там с какими-то людьми, там президентами, шморезидентами, а после этого едет в Соединенные Штаты встречаться и с республиканцами, и с демократами, ну, так сказать, агитировать за увеличение помощи, чтобы помощь была и так далее. Он приезжает на границу, стоит пограничник, который говорит, я не могу вас выпустить. Он говорит, так вот же подписанная бумага, нет, пришло указание, вас не выпускать. Он так и не выехал. И вот понимаете, в чем дело? Мне грустно об этом говорить. Но вы же понимаете, ну, там появилась версия, что якобы пришла бумага из СБУ. Какая бумага из СБУ? Какая бумага? Что за бред свинячий? Что по сути происходит? происходит с Зеленским какие-то странные вещи. Знаете, как говорят, это хуже, чем преступление, это ошибка. Что в результате получается? Порошенко лидер оппозиции. он едет уговаривать там, ну, в общем, вы понимаете. Он прошлый президент, с ним готовы встречаться. Кроме того, вы понимаете, да, когда едет человек такого уровня, то все заранее договорено. С кем он встретится, когда, ну, понимаете, да, там же люди занятые, поэтому они должны вот выделить там два часа. И вот публично его секут. И когда он уже приезжает на границу с Киева во Львов, я не знаю, через какое он едет, но вот его не выпускают. Понимаете, в чем дело? Это грандиозный скандал. И у западных партнеров возникает вопрос. Так Украина идет в Европу или нет? Ну, как такое может быть? Ну, вы понимаете, я же не буду вам говорить, что он там везет государственные секреты и так далее. Я не буду это говорить, понятно, едет лидер оппозиционной партии и его не выпускают. И дело тут не в том, что кто-то не любит Порошенко и скажет, вот он выпускает торты, Рошен и его и правильно, что не выпустили. почему правильно? Почему правильно? И вот тут мы подходим к главному, к самой большой неприятности, которая существует. Идет тяжелейшая война. Все силы брошены для того, чтобы противостоять Путину. Все силы должны быть брошены. Но понятно же, что это происходит по указанию Офиса Президента. Но кто может дать Стефанчуку, главе Верховной Рады, право не пустить депутата согласно Конституции и согласно пунктов работы Рады. Только Офис Президента. Теперь почему Офис Президента это делает? Это что же загадка? Это же скандал. Значит, есть какое-то дело, которое важнее поездки Порошенко за границу. У меня просьба к админам. Тут всякое по поводу Порошенко пишут. Удали, пожалуйста, этих людей, кем бы они ни были. Роберт, пожалуйста. Ну вот, дебил пишет. Люстрировать Порохов, ОПЗЖ и так далее, и пусть дома сидят как все. Джефферсон. ОПЗЖ давно нет. Уберите, пожалуйста, этих людей, чтобы я их не видел. Я рассказываю сложнейшую ситуацию, они тут ни хрена не понимают, сидят, донатов не делают, лайки не ставят. Короче говоря, в чем же причина? говорят разное. Но, на мой взгляд, там же с Порошенко будут разговаривать разные люди. И они его спросят, а какие ваши предложения? и он может сказать какие-то предложения, на которые либо не решается Зеленский, либо та-та-та. И они решат, что надо поддерживать, например, не Зеленского, а Порошенко. А проблема заключается в том, что Зеленский так и не решил, будут ли выборы, на которых он, конечно же, хотел бы дальше находиться. Я прочитаю вам материал по этому поводу. Пожалуйста, админы, вычистите здесь все, чтобы я этих людей не видел навсегда. И проблема заключается, что это все на показ. то есть понимаете, как бы вот я это делаю, будет скандал, нет, я это сделаю. Алена Апштейн пишет, я думаю, что решать могут украинцы. Решать будут украинцы. Они же избрали Зеленского. Прекрасно. Решение Это мое право. И вы, будь ласка, втримайтесь. Я не знаю, Зеленский ревнив и неревнив, мне все равно. Я знаю одно, опыт Израиля. Когда началась Хамазо-Израильская война, то создали кабинет, вы знаете, в котором входил премьер-министр, лидер оппозиции. И министр обороны. Кабинет единства. Все, что предлагает оппозиция, а оппозиция состоит не из одного Порошенко, Зеленским не принимается. А вдруг Порошенко поедет, это слабая версия, и договорится, чтобы поляки прекратили, открыли переезд украинских грузовиков. Представляете, какой будет скандал? Зеленский не договорился, а Порошенко договорился. В общем, короче говоря, там же еще произошла одна вещь. Вы знаете как? Вот лучше не говорить, чем говорить. Именно Зеленский в интервью, кому-то он там давал на Западе, Блумбергу, по-моему, или кому, он сказал о существующих разногласиях между ним и заложным. Вопрос, зачем он это сказал? И с этого все и началось. А теперь читаешь, например, что они друг другу руки не подают. Вот вы слышали, да, я прочитал явную дезу, что вот этого Херша, что они ведут там переговоры какие-то тайные. Причем кто заложный ведет эти переговоры с Герасимом? Ну, явная брехня. Но на фоне того, что теперь все говорят вот это вот, вот все, вот это вот, почему бы в это не поверить? Теперь о выборах. Елена Зеленская, жена президента Украины, заявила экономист, что не хочет, чтобы ее муж избирался президентом на следующий срок. Фрагменты интервью с первой леди Украины опубликованы. Значит, она уверена, что Украина победит в войне с Россией. После этого, заявила Зеленская, его семья снова будет вместе, а им с мужем предстоит придумать, как жить дальше. После победы Украины, цитата, мы будем жить вместе с моим мужем и детьми все время. После этого, завершения войны, мы устроим себе отпуск и поедем куда-нибудь. Куда угодно, но вместе, только вчетвером. После этого будем думать, что мы, он и я, будем делать дальше. Потому что я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или на два следующих срока. Это невозможно. Наверное, мы должны придумать что-то новое. Значит, они практически не живут дома. Ну, вы знаете, у них квартира есть, там охрана, все. Но они практически живут, ну, где-то не дома. Под охраной и так далее. Потому что, ну, в общем, вы понимаете, почему. Она не хочет. Пишет Наталья Яшин. Вот я вам говорил о российских потерях. Понимаете, он бандит и убийца. Он взял в заложники страну. И вот послушайте, что она пишет. Честно скажу, не понимаю, что происходит. За предыдущие 24 часа отправлены к Кобзону 1280 освободителей Украины. 1280 – это, чтобы вы знали, полк. Полк в день. Бригада за три дня. Дивизия такими темпами за неделю. То, что рашистам на потери плевать, я отлично понимаю. Те, кто гибнут для Путина, не люди. Бабы еще нарожают. Но 1280 убитых – вот это очень интересно, что она пишет. Означают тысяч пять раненых в день. А с ними как? И ради чего? Ради Авдеевки? Ну, допустим, наши отойдут от Авдеевки. И что? Если там в Авдеевке осталось еще что-то нужное рашистам, то наши это что-то при отходе взорвут. Коксохимический завод – руины. Водопроводные сооружения в руинах. Что еще? Ну, к выборам надо что-то взять. Ну, я честно говорю, я тоже этого не понимаю. Екатерина пишет. Полк – это обученные люди, а те – наспех собранные. Сборище. Нет. Нет. Уже нет. Вот эти чмобики, о которых мы говорили. Понимаете, не надо недооценивать Россию. Чмобики, о которых мы говорили, все, они ушли в прошлое, превратились в труху, и сейчас на их местах растут деревья. Солдат обучают. Солдат экипируют. Россия все получает. Ну, в общем, давайте уходить от этих мифов. Медведев пообещал по итогам года отправить на войну полмиллиона контрактников. Вот вы видели у меня заголовок, что, значит, Путин берет все, как там у меня написано. Ну, вы знаете, они говорят, делайте, делайте, вкладывайте деньги в Россию. Я вам сейчас об этом расскажу. Пишет Олег Филоненко. Путин подписал указ, лишающий иностранных инвесторов Пулкова управления аэропортом. Национализацией подверглись суверенный фонд Катара, немецкая Фрапорт и кипрская Толита. Никогда не инвестируй в Россию, все равно отберут. И что интересно, немецкая Фрапорт ранее хотела продать свою долю российским акционерам. Однако им запретили это делать до 25-го года, ссылаясь на специальный договор. Теперь Путин просто экспроприировал иностранные активы. Знаете, такое, ища дизла. Такой, ну вот, как это, что не делает, ну так, все он делает не так. В туннеле, как вы знаете, Байкало-Амурской магистрали произошел теракт, взорвали поезд. Там все пообваливалось, там длинный туннель, по-моему, 15 километров, там какой-то такой, ну, невероятный туннель. Они пустили поезд, следующая поезда, обходным путем. Там есть мост. В общем, короче, на этом мосту взорвали поезд с горючим, как взорвали на Крымском мосту. И в чем проблема? Мост не очень пострадал, но это все горело. Температура горения вот этого бензина, керосина более 800 градусов. И, как объяснил военный эксперт, материал, вот металл при такой температуре, он как бы, ну, он употребил такое слово, опускается. И он уже не может держать, он не может держать вес, который нужен. Поэтому, конечно, это серьезная история. Как я уже говорил вам, это сигнал, во-первых, России, во-вторых, иностранным партнерам, чтобы они давали оружие. Это, да, отпускается. Да, вот спасибо, что вы исправили меня. Да, отпускается. Я просто сопромат не изучал, поэтому не могу ничего сказать. Да, Леонид пишет, отпуск металла. А, во-вторых, это показывает, ну как, как обычно, что мы дотянемся куда угодно. А еще очень важный сигнал Китаю, что то, о чем договорено с Россией, может не статься. Тут интересный вопрос. Дело в том, что это делали явно не украинцы, но при сотрудничестве с военной разведкой, но это вот какие-то местные люди. Кстати, пояснили нам сегодня во время передачи, что там, именно в этом районе, украинские деревни, Украинка называется и так далее, и там украинцев очень много. Ну, я не говорю, что это они делали, но, тем не менее, такие районы. Вот вы знаете, как скажет что-то Лавров, так вы знаете, в Скопье проходило заседание Совета министров глав ОБСЕ, глав МИД. Ранний отъезд госсекретаря Шаблинкина и главы европейской дипломатии Боррелли из Скопья, где происходило заседание Совета МИД ОБСЕ, демонстрирует их трусость. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции. Боже, боже. Про иноагентов. Год назад, ровно год назад, в России приняли новый закон про иноагентов. С тех пор реестр пополнился 172 человеками, оштрафованы минимум 89 человек на сумму более 3,6 миллиона рублей. Каждый пятый из списка преследуется по уголовному делу. Пишет Север Реалии. Анатолий Ноготочки, есть такой странный размалеванный парень, но он большой ироник. И он пишет. Как же вовремя вышел сериал, в котором главный положительный герой – это правильный пацан, вернувшийся с войны, который наводит порядок на районе и прогрессе. Прекрасно написано. Вот загадочная история, очень интересная, которую сейчас будут расследовать. В одном из сбитых беспилотников Камикадзе «Шахед», которыми Россия атакует Украину, нашли сим-карту украинского оператора «Киевстар». Специалисты изучают, как она оказалась в дроне и зачем нужна. Об этом пишет спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что сим-карту «Киевстар» обнаружили в сбитом российском беспилотнике, обратил внимание американский институт изучения войны. Военные аналитики предположили, что сим-карта позволяет российским военным использовать мобильную сеть «Киевстар» для отслеживания беспилотника и изменения траектории его полета. В «Киевстар» заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами, чтобы подобные инциденты больше не возникало. «Специалисты уже изучают». Это Игнат говорит. «Специалисты уже изучают». Понятно, что все находящееся изучается специалистами, и не всегда нужно это выдавать, знаем ли мы что-то или не знаем. Но такие случаи есть, они обнаружены. Знаете, о чем это говорит? Это говорит, что и украинцы, и россияне изобретательны. И что огромная страна – Россия. По сути, сейчас на равных с небольшой Украиной относительно России. Видите, сим-карты вставляют, значит, кто-то где-то покупает, переправляет. Ну, с этим справятся. Там посмотрят, где какая сим-карта, и заблокируют. Таня Кошечкина пишет. «Ужасно читать». Пишут, что Путин побеждает. Побеждает. Украинцы воюют. Да. Они не побеждают. Просто очень сложный период, из которого Западу, подчеркиваю, Западу придется искать выход. Придется. Они никуда не денутся. Потому что в 2024 году вместо Украины может быть Латвия, Литва, Эстония. Вы понимаете? Что ж с моими часами сегодня? Пора подвигаться. Ну, я двигаюсь. Проблема… Ну, что ж такое? Ну, слушайте, рашпиль, ну, все идет. Проблема заключается в том, что из-за войны израильской, из-за того, что они дают оружие и, по сути, оказались не готовы к этой войне, войны же для них не было, а Путин готовился к этой войне, как говорят, где-то с 2008-2009 года, вот когда началась реформа армии. Еще при прошлом министре обороны. Который, кстати, успешно ее сделал, да. И вот смотрите, вот сейчас страна будет поставлена… Вот представим себе перемирие. Что, Путин перестанет готовиться к следующей войне? Поэтому, даже если они придумают какое-то перемирие и так далее, им придется готовиться к следующей войне. Ну, их обуила история вот этого замораживания конфликта. Я не знаю, почему они так решили. Ну, говорят, что у них просто не хватает вооружения. То есть, им нужно выворачивать свой народ в демократических странах. Так же, как Путин выворачивает свой. А если начинаются военные действия, то россияне будут класть такое же количество западников. А входить в войну они не хотят. Реально. НАТО. Вот тетя Роза, есть такая, вы знаете, наверное, очень популярная, пишет смешные фразы, такую на еврейскую тематику. Изя, кто мог дать команду не выпускать Порошенко? Скорее всего, Путин. Только ему выгодно, чтобы в Украине открыли второй фронт. Власти с оппозицией. Но это уже будет третий фронт, потому что второй фронт – это внутри самой власти. ФИЦА. Вот это смешно. В 22-м году жители Северного Кавказа начали массово фиктивно разводиться, чтобы получить пособие на детей, сообщает коммерсант. Это делается, чтобы занизить официальный доход, поскольку пособие на детей в возрасте от 3 до 17 лет назначается, если доход семьи в расчете на одного ее члена не превышает прожиточный минимум в регионе. Огромное количество разводов. Если в целом в России количество разводов выросло в 22-м году на 4,6%, то в Северокавказском федеральном округе на 24,7%. Больше всего разводов было в Чечне – 64,6%, в Дагестане – 21,8%, в Карачаево-Черкесии – 17%. Из скандального интервью Давида Арахами. Напомню Давида Арахами, вот это его скандальное интервью, где он сказал, что… Ну, ладно. Это лидер партии Зеленского. 24 или 25 февраля 2022 года, ну или в первый день, или на второй день, скорее это вечер первого дня, Зеленский отказался с Лукашенко общаться. А я говорю, на громкую связь поставлю, чтобы хотя бы услышать все же, что за информация. Даже если не доверяете, ну хотя бы послушайте ее. Он, Лукашенко, сказал в телефон, что мы не будем воевать с Украиной. Он честно сказал, я не могу допустить, чтобы они не пользовались моей инфраструктурой и через Беларусь не заходили или не запускали ракеты. Но я гарантирую, что ни один белорусский солдат не перейдет к границе Украины. Надо отдать должное, что слово до сих пор держит. Это правда. Теперь, что говорит сам Зеленский о нынешней ситуации. Президент Украины Зеленский в интервью Associated Press заявил, что война переходит в следующую фазу. У нас новая фаза войны. Это факт. Зима в целом – это новый этап войны, сказал Зеленский. На вопрос журналиста, доволен ли Зеленский результатами украинского контрнаступления, президент ответил так. Смотрите, мы не отступаем. В этом смысле я доволен. Мы воюем со второй лучшей армией в мире. Я доволен. Мы теряем людей. Я недоволен. Мы не получили всего того оружия, которое хотели. Я не могу быть доволен, но и не могу слишком жаловаться. Мы хотели получить более быстрые результаты контрнаступления. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт. По словам Зеленского, Киев не получил от союзников все необходимое оружие, а ограниченные размеры вооруженных сил Украины не позволяют вести быстрое наступление. Не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов. Честное признание. А, вот знаете, какая у меня просьба? Значит, ведомости, я же не могу открывать российские сайты. Ведомости написали, что сеть ресторанов быстрого питания Макдональдс изменила рецепт Биг Мака и других бургеров. Об этом пишет Wall Street Journal. Вы, поскольку я люблю ходить в Макдональдс, ну, далеко не каждый день, я бы просил вас, найдите, пожалуйста, эту информацию. Это издание ведомости на их сайте. Что они там изменили? Я вам буду очень признателен. Просто интересно, чисто в информационном смысле. Ну, вы знаете, есть абсолютно легендарная книга Венечки Ерофеева, как его называют, «Москва петушки». И там есть фрагмент по поводу геев и лесбиянок. Очень смешно. Представляете, когда он это написал, а сегодня они. «А надо вам заметить, что гомосексуализм в нашей стране изжит, хоть и окончательно, но не целиком. Вернее, целиком, но не полностью. А вернее, даже так. Целиком и полностью, но не окончательно. У публики ведь что сейчас на уме? Один только гомосексуализм. Ну, еще арабы на уме. Израиль, голландские высоты, Маше Даян. Ну, а если прогнать Маше Даяна с голландских высот, а арабов с иудеями примирить, то есть, что тогда останется в головах людей? Один только чистый гомосексуализм». Замечательно. Газета пишет, что теперь для более равномерной прожарки за раз в ресторанах готовят небольшое количество говяжьих котлет для Бигмака. Вот Никита Эл пишет, пишут, что уменьшили вес котлет. Почему? Вот. А, Мария пишет, «Теперь котлетки будут готовить меньшими партиями и прожаривать равномерное. Соуса в Бигмаке станет больше, а булочку заменят на бриошь с кунжутом». Свят Ханенко, я закончил. Свят, вы знаете, что если какая-то тема меня раздражает, я эту тему покидаю. Понимаете, в чем дело? Люди не понимают, что я рассказываю о политическом процессе, а не хвалю Порошенко. Поэтому эти люди должны отсюда уйти. Это точно так же, как было с Арестовичем. Мне абсолютно наплевать, любите вы Арестовича, не любите вы Арестовича. Я просто рассказываю, что он сказал. А люди начинают писать, «Что вы такое? Что?» Я просто рассказываю информацию. Например, как эту. В 2022 году чистая миграция в Великобритании достигла рекордного уровня, более чем в два раза превысив показатели года предшествовавшего выходу из ЕС. При этом сдерживание миграции и было ключевой причиной, по которой жители Британии проголосовали за выход из ЕС в 2016 году. Потрясающе. 20-летний выходец из Ирака угрожал совершить теракт в период празднования Рождества. Он был превентивно задержан в Хельмштетте. Федеральное ведомство по охране Конституции Германии предупредило о повышенном риске терактов со стороны радикальных исламистских группировок. Ну, позитивно, то, что они то, что они серьезно взялись за это дело. Вот, замечательно. Замечательная смешная штука. Человек написал. Миллиарды людей в мире празднуют день рождения еврейского мальчика, родившегося в Бейт-Лехеме более двух тысяч лет назад. Но не верят, что евреи жили на территории Израиля до 1948 года. Это прекрасно. Смешно написал Ренат Давлет-Гильдеев, значит, журналист. Вы знаете, что ну, вот это вот с геями сделали, придумали международную организацию. Придумали ее. И он пародирует. Водушевленный успехом, Минюст направил в Верховный суд пакет исков с требованием признать экстремистскими, двоеточие, международное движение феминисток, Всемирную ассоциацию атеистов и агностиков, Совет бегунов на средней дистанции, а также Межнациональный форум технорейверов и сообщество любителей Тимати Шаламы. Заседание Верховного суда пройдет в совершенно закрытом режиме. Смешно. А вот, знаете, то, что сейчас происходит, то, что сейчас происходит, это сумасшедший дом. Как мы будем дальше жить, совершенно непонятно. Ну, мир не погибнет, все разруливается. Но вот Игорь Эртенев, это промежуточный стих, он написал стихотворение, короткое, которое абсолютно точно про всех нас. Плачет женщина простая с непокрытой головой, в землю русскую врастая всей системой корневой. Рядом с ней простой мужчина, чей ужасен внешний вид, и близка его, и близка уже кончина, из последних сил стоит. Я по их буквально следу, я из булочной иду, с верой в скорую победу и счастливую звезду. Вот это мы с вами. Абсолютно точно. Люблю его. Стали уже стихи писать. Вот картинка, парень с девушкой лежит, и написано, нет надежнее средства от душ... нет надежнее средства от душевных мук, чем лежащий рядом разнополый друг. Я поддерживаю. Матвей Юрьевич, что вы думаете о Фикрите Шабанове? Я не знаю, кто это. Просто я не понимаю. Поясните, может быть, знаю. Кое-что научное, историческое. В конце 1944 года Геринг отрастил усы, и это стало причиной слухов насчет того, что он будто бы скоро заменит Гитлера. Гитлер вышел из себя, обвинил Геринга в нелояльности. Усы у вождей Рейха могут быть только одни, и это должны быть мои усы, кричал он. Геринг встал в свою защиту, что если число усов удвоится, то это внушит немецкому народу удвоенную надежду на победу в войне. Знаете, кто это написал? Это написал Вуди Аллен. Он сегодня именинник, он выдающийся человек, но он выдающийся человек, и у него такие смешные фразы, он такой прекрасный. Про него пару слов. Его дед Исаак Кёнигсберг, прадед Шмуэль и прапрадед Мойше, родом из литовского Поневежиса. Бабушка и дедушка режиссера говорили наидиши и читали религиозные книги. Ну и вы знаете, он человек очень остроумный, поэтому он сказал такую фразу. Самые прекрасные в мире слова «Это не я тебя люблю, а это у вас доброкачественная опухоль». Ну, у него уже сейчас фильмы такие, но... Ну и вы знаете, он играет на кларнете, джаз, раз, по-моему, в неделю. Они собираются в Нью-Йорке, он нью-йоркский, и они там играют. Про Израиль прочитаю еще одну вещь. Яхья Синвар, лидер Хамаса в секторе газа в своей первой записанной речи с 7 октября сказал, «Лидеры Израиля должны это знать, 7 октября было всего лишь генеральной репетицией». Пишет Негроу. «Последнее время на Западе появились нелюди, отрицающие резню израильтян, утверждающие, что ничего не было, Израиль все сделал сам. Чистосердечное признание нациста Яхья Синвара поставило их в неудобное положение». Да. Пишет Наиля Мулаева. Я сейчас сошла с ума. Вы знали, что существует русская версия «50 оттенков серого»? Ну, это такой эротический фильм, кто не видел, значит, был очень популярным. Много-много эротики. В русской версии девушка защищает Битцевский лес, а мистер Грей хочет там построить ЖК. Он предлагает ей пожить вместе неделю, тогда вырубать лес не будут. Кто писал этот сценарий? Замечательно. Итак, пойдем с конца. Значит, поставьте, пожалуйста, лайки. Раз. Второе. Пожалуйста, вот 4,5 тысячи почти. Расскажите, пожалуйста, о моем эфире. Я вам буду очень признателен. Побудьте моими рекламными агентами. Теперь. Напоминаю, что завтра, в субботу, в 16 часов по киевскому времени, в 16 по киевскому, в 17 по московскому, будет вот первая программа в закрытом режиме с патронами моими и с теми людьми, которые определит Роберт. И в любом случае, если вот Роберт пишет, уже готовлю все, и с теми людьми, которые в чашке кофе были наиболее активны. Их там человек 15. Хотя донаты делали очень много людей. Для того, чтобы легко было вас просчитывать, поверьте, это непростая работа, там в чашке кофе можно, как в Патреоне, подписаться. Это для нас будет сигнал, чтобы вас вместе коммутировать с патреонщиками. Там приблизительно одинаковые цифры. Естественно, будут и учтены те люди, которые делали донаты. И так, завтра это будет закрытое, специальное, где я с вами буду советоваться о нашем дальнейшем развитии. Поэтому приходите, пожалуйста. Время 16 часов по Киеву, 17 в Москве выбрано для того, чтобы те, которые живут на том континенте Атлантическом, чтобы для них это было удобное время быть в нашем прямом эфире. знаете, перед стихом я вам вот что скажу. Мы, конечно, с вами живем на каком-то сломе. Вот господин Арестович он был для всех вас, ну, для многих вот такой таблеткой под язык. Он рассказывал, как все будет хорошо, как все будет прекрасно. А теперь, когда не хорошо и не прекрасно, он мочит украинскую власть. А когда он был там, вот понимаете, я это не люблю. Я не знаю Арестовича, наверное, он какой-то нормальный человек и так далее. Но будь последователен. И получается, что то, что он говорил, и помните, разные люди говорили, что, эх, мы сейчас, вот как вот это харьковское наступление и так далее, что мы дойдем до Крыма, уже флаги там. Эти люди должны сказать какие-то слова, потому что вот это, понимаете, это было такое расхоложение. А мы все поверили, потому что мы же не знаем секретов украинской армии. В общем, очень сложная ситуация. Теперь несколько слов про Россию. Россию нельзя дать выиграть. Я сегодня спорил с океаном, я его спрашивал, Олег, ну неужели они не понимают, а он часто встречается там с разными, вот завтра приезжает какой-то министр, он с ним будет сидеть, у них терка какая-то будет. Я спросил его, Олег, ну они же понимают, наверное, в Европе, что он усиляется и нельзя дать ему выиграть. Он говорит, они понимают и не дадут. Но это слова. вот я в данный момент не понимаю, ну не тактика, тактика это всегда секрет вооруженных сил Украины. Но какая стратегия? Потому что вы видите, что происходит. и все одно хуже другого, потому что не заморозить конфликт, не хватает оружия, чтобы русских выбить, а не дать оружие это усиление России, любой срок, она вдруг неожиданно завтра может согласиться на перемирие. Но мы все понимаем, все уже Россия поставлена на военные рельсы. Конечно, я верю, что наверху компетентные люди. Тем более, что украинская власть ее как бы курирует Запад, НАТО, и у них есть планы и понимание того, что происходит. Поэтому нам с вами остается только верить. Потому что пока Путин жив, он может наделать очень много беды уже в мировом масштабе. Денег завались, энергоносители, самое главное, мамочки, которые отдают детей по тысяче человек в день. Борис Борис Рыжий. Я вам много много раз его читал. Вот такое, знаете, когда тяжело, надо так. над домами, над домами, над домами, 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 голубые висят облака, вот они и останутся с нами на века, на века, на века. Только пар, только белое с синим над громадами каменных плит. Никогда никуда мы не сгинем, мы прочней и нежнее, чем гранит. Пусть разрушатся наши скорлупы, геометрия жизни земной, оглянись, поцелуй меня в губы, дай мне руку, останься со мной. А когда мы друг друга покинем, ты на крыльях своих унеси только пар, только белое в синим, голубое и белое в си. У него так и написано в си. Стихотворение написал он в 96-м году. Как жаль, что он наложил на себя руки и мы не имеем такого замечательного поэта. спасибо вам большое. Итак, завтра встреча в 16 часов по Киеву в 17 по Москве. Это специальный эфир для патреонщиков и ряда людей, которые хорошие донаты давали в кофе. Поэтому за этот день, за сегодняшний вечер и за завтра постарайтесь если вы хотите подписаться стать моим патроном, пусть на небольшую сумму, это не имеет значения. И в чашку кофе, еще раз повторяю, там тоже сделана такая система. Понимаете, в чем трюк в чашке кофе. Вы можете, например, озолотить меня и купить 10 чашек кофе, но потом вы можете их вообще не покупать. Но если вы подпишетесь в чашке кофе, то мы будем понимать, что вы с нами, что вы в нашем клубе. Значит, утром, начиная с 9 по Москве, пожалуйста, это с 8 по Киеву, пожалуйста, проверяйте почту и папку спам. А патреонщики заходите пожалуйста в свой патреон и там вы увидите приглашение. До завтра. Я вас очень люблю. Берегите себя и движемся дальше. Давайте поддерживать друг друга. И я хочу вам сказать, что 3, 4, 5 тысяч, которые каждый день собираются на мои стримы, вы мне даете силы пережить завтрашний день. Реально, я вам говорю. Потому что я не знаю, что будет завтра. И вы не знаете, но мы вместе поддерживаем друг друга, гладим друг друга и говорим, кто у нас хороший мальчик? Вот у нас хороший мальчик.